Здравствуйте! В студии Аскар Басыров и это мировые новости. Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, сообщает Интерфакс. В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой, в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий, подчеркнул президент. Впрочем, о каких агрессорах может идти речь, Путин не уточнил. Зато рассказал о направлениях, в которых нужно развиваться российской оборонки. Это укрепление ядерной триады, совершенствование системы разведки и связи в воздушно-космических и сухопутных войсках. На заявление главы государства тут же последовала реакция из-за океана. Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби не согласился с Путиным, сказав, что не думает, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная и сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня. Все это напоминает детские игры в войнушку и мериться армией государственным деятелям не очень красиво. Главное, чтобы проверять никто не стал. Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая волокордин и боярышник. По словам вице-премьера Александра Хлопонина, их можно будет покупать в аптеках и специализированных магазинах в небольших упаковках по рецепту врача, передает РИА Новости. Зачем продавать это в таре, в которой пол-литра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения по таре и по местам продажи. В волокордина надо 40 капель, чтобы он имел какой-то эффект, хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь. Но людям помогает, люди давно это принимают, заявил вице-премьер. Также Хлопонин сообщил, что в ближайшее время в России будут ликвидированы автоматы по продаже спиртосодержащих веществ. Понятно, что государство решило пойти по самому легкому пути и просто-напросто запретить свободную продажу боярышника и его собратьев. Правда, непонятно, почему именно после трагедии в Иркутске, ведь там люди отравились одноименным средством для ванн, которое содержало метиловый спирт, что является нарушением закона, который запрещает его использовать при производстве потребительских товаров. Неужели продажу средств для ванн теперь будут осуществлять по рецепту? Напомню, что в конце 80-х годов в рамках антиалкогольной кампании Влакордин тоже продавался по рецептам. Чем это закончилось, мы все прекрасно помним. Это были мировые новости.